Спасибо всем, что с нами сегодня. Меня зовут Амада Холба-Гринва, и я руководитель Офиса национальной науки Соединенных Штатов Америки. Я бы хотел сегодня представить вам сегодня наших гостей, доктор Шепард Долманден, который директор проекта телескопа горизонта событий, а также профессор астрономии Харвардского университета Дэвид Роми, который также представитель коллаборации телескопа горизонта событий, и представитель университета Аризоны Эвид Броджерта, еще один представитель руководства нашего проекта, и профессор теоретической физики университета Фотер-Вилле, и госпожа Сара Моннер-Бокка, который является профессором теоретической физики в Амстердамском университете. У нас будет время для ответа на некоторые вопросы. После небольшой презентации сейчас я предоставляю слово доктору Коттербасс. Доброе утро. Приветствую вас. Спасибо за то, что собрались здесь в этот исторический момент. Я бы хотела особенно поблагодарить и поприветствовать директора Центра Американской национальной науки доктора Джогмайера, а также руководителя национальной комиссии Дайан Смей и ко-спонсора Марии Спонсора. Сегодня наш проект телевизионного телескопа горизонта событий представит вам промежуточные результаты нашей работы по определению изображения сверхмассивной черной дыры. Это очень важный момент для меня. Черная дыра захватила внимание научного сообщества на протяжении последних лет. В действительности мы изучали этот феномен настолько долго, что иногда достаточно просто забыть, что ни один из нас на самом деле не видел сверхмассивную черную дыру. Конечно, у нас были различные симуляции и иллюстрации данного феномена. Благодаря различным инструментам и технологиям мы сумели заметить и зарегистрировать изображения некоторых сверхмассивных черных дыр. Некоторые сверхмассивные черные дыры создавали так называемые джеты, пучки раскаленных газов и пыли. И эти объекты находятся на расстоянии от нас в миллиарды световых лет. Однако мы так и не пришли близко к подобному проекту, проект телескопа горизонта событий, который и состоит в том, чтобы достать изображение черной дыры. Как мы смогли реализовать это? Благодаря изобретательности, научной мысли и мы были объединены единой целью. Через коллаборацию различных научных учреждений, а также благодаря финансовой помощи различных организаций, которые приняли данный риск. Без этого международного сотрудничества научных организаций, а также усилий, которые были приложены различными учеными, наш проект был бы невозможен, ни один телескоп на Земле не может создать нормальное изображение сверхмассивной черной дыры. В отличие от проекта телескопа горизонта событий. И мы сделали то, что должны делать все научные сотрудники. Мы проводили в жизнь инновации. Таким образом, мы начали развивать нашу технологию, которая основана на астрономической интерферометрии, для того, чтобы улучшить разрешающую способность нашего телескопа. И это придало нашему проекту международный характер. Мы, по сути дела, сумели создать виртуальный аналог телескопа размером с земной шар. Это был невероятно сложный шаг, и мы были вынуждены пересечь различные сложности. Но в достижении этой цели мы вложили более 290 миллионов долларов благодаря многим организациям, которые поддерживали наш проект. И это помогло воплотить наши идеи в реальность. Я считаю, что то, что вы сейчас увидите, продемонстрирует. И оставит след в нашей коллективной памяти. Наш проект показывает силу международного сотрудничества. И это позволяет нам разгадывать самые главные загадки Вселенной. Сейчас я бы хотел передать слово доктору Шепу Доламу, который является руководителем проекта «Горизонта событий». Спасибо большое. Спасибо вам, энтузиасты, в изучении сверхмассивных черных дыр, которые являются одними из самых таинственных объектов нашей Вселенной. Они не выпускают обратно световое излучение, как вы знаете, и являются результатом так называемого звездного гравитационного коллапса. Мы знаем, что в основе создания всех галактик лежали так называемые черные дыры. Лучшая идея, которую мы имели касательно возможного изображения черной дыры, представляла собой вот это изображение, то есть это черная сфера, окруженная так называемым горизонтом событий, что означает, что темнота внутри этого горизонта является районом, где сила гравитации настолько сильна, что никакое световое излучение не может покинуть его. Мы также попытались проэкспериментировать и проверить, насколько был прав Альберт Эйнштейн, разрабатывая общую теорию относительности. Для того, чтобы реализовать это, мы работали около 10 лет. Мы соединяли различные телескопы в различных участках земного шара, и нашей целью было создать изображение максимальной точности и разрешения, которое бы позволило зафиксировать сверхмассивную черную дыру. 27 апреля мы также сумеем получить еще одно изображение, и мы сегодня рады проинформировать вас сегодня о том, чтобы мы увидели то, что ранее в науке считалось невозможным для достижения. Мы действительно взяли изображение сверхмассивной черной дыры, и вот оно перед вашими глазами. Это невероятное достижение научной мысли. То, что вы видите, фактически является последняя фотонная орбита, то есть это доказательство существования горизонта событий, круговой траектории, которая окружает сверхмассивную черную дыру, и которая является визуальным изображением сверхмассивной черной дыры. Это так называемая сверхмассивная черная дыра Мессие 87, расположенная в галактическом скоплении Дева, и это, по сути, не опровергает, но подтверждает правильность общей теории относительности Эйнштейна, это также соответствует нашим ранним симуляционным проектам и моделям, и это соединяет нас между идеей создания сверхмассивных черных дыр и идеей появления галактик, в центре которых расположена данная черная дыра. Сейчас у нас есть и появилась новая модель изучения этих объектов, и я должен вам сказать, что это всего лишь начало. Фотография и это изображение черной дыры не далось нам легко, и это знают все представители нашей сегодняшней панели, потому что это потребовало различных усилий. Давайте возьмем, например, аккреционный диск и фотонную орбиту. Фотоны должны покинуть горизонт событий, и световое излучение, радиус которого может составлять около миллиметр, должен быть зафиксирован нами, но для того, чтобы он пересек некоторое количество галактик, дойдя на нас, пройдет некоторое количество лет. Таким образом, наш проект использует телескопы, которые расположены в местах и в локациях с пониженной влажностью, так как водная атмосфера и высокая влажность мешают световому излучению и может заметно ухудшить качество данного изображения. Мы также использовали технику и технологию, которая известна под названием интерфенерометрии. У нас было некоторое количество телескопов, которые были связаны едиными атомными часами. Когда мы регистрировали радиоволны, приходящие от черной дыры, мы синхронно их записывали в один и тот же временной момент, и синхронность играла в данном случае важную роль. Когда мы это делали, мы сумели синхронизировать изображение, которое поступало на различные телескопы. И это, по сути, представляло собой один единый телескоп размером с земной шар. У нас были телескопы на Гавайских островах, в штате Аризона, в Мексике, на Южном полюсе, в Испании, в Чили. Однако даже эта большая сеть телескопов оказалась недостаточной, и у нас появлялись некоторые дыры в нашем изображении. В ходе одной ночи наблюдения мы сумели совместить различные картинки, чтобы создать общее изображение. Каждый телескоп предоставляет нам возможность совместить различные локации на общем изображении, и чем более мы изучали, и чем более мы сверяли изображения и фиксировали изображения с разных телескопов, тем больше и более ясной становилась картина. Таким образом, световое излучение, которое появлялось рядом с горизонтом событий, поставлялось и было зафиксировано одним из телескопов в нашей системе. Затем, как мы понимаем, во время вращения Земли нам приходилось прерываться для того, чтобы вновь с помощью атомных часов возобновлять регистрацию данных. Наша команда состояла из 200 научных сотрудников, более 60 научных институтов. Мы в действительности были настоящими первооткрывателями. Мы изучали целую часть Вселенной, которая казалась незаметной для человечества до этого, и было очень важно проинформировать международное сообщество о результатах нашей деятельности. И поэтому мы доводим сегодня до вашего сведения результаты работы. Спасибо вам за то, что вы инспирировали нас на то, чтобы сделать то, что ранее считалось невозможностью. Мы надеемся на то, что вы также будете инспирированы нашими открытиями. И сейчас я бы хотел представить слово следующему члену нашей панели. Спасибо, шеф. Спасибо. Безусловно, нам было тяжело проанализировать световое излучение. Мы должны были провести серьезную работу, чтобы анализировать поступающее световое излучение. Таким образом, мы использовали международное партнерство для того, чтобы использовать все различные телескопы и привести нашу работу к единому результату. Значит, take a heterogeneous collection of telescopes...